Приветствую вас! Стоимость заключается в том, что с одной стороны у вас есть свой мужчина, с которым вы 5 лет и с которым у вас сейчас есть определенные проблемы и есть вот другой мужчина, который вас сейчас будоражит, возбуждает и собственно говоря увлекает И давайте мы для простоты мужчину, с которым вы находитесь в отношениях, назовем мужчину А А мужчина, который у вас сейчас наиболее актуален, это мужчина Б Мы постараемся понять, как вам лучше поступить в данную ситуацию, чтобы, ну, меньше понести потерь Чтобы не оказаться у разбитого коры Начнем с того, что вот поскольку ваш мужчина Б женат, как я понял, то до тех пор, пока он не разведется со своей женой, у вас не могут быть полноценные отношения Потому что вы всегда будете для него на как бы втором месте И как бы сильно, как бы сильно у вас не были проявлены чувства, не каждый мужчина разрушит свою семью ради новых женщин Тем более, что брак у него уже не первый и мужчина может просто не захотеть Но без этого, без этого не получится построить нормальные отношения И поскольку вы работаете, то вы будете встречаться, у вас уже сейчас начались обиды и подколки И это, к сожалению, будет еще больше увеличиваться И если вы, допустим, вот чисто теоретически, если вы вступите с ним в более тесную связь То вы, естественно, будете о нем думать больше Вы будете хотеть видеться с ним больше И даже если вы расстанетесь со своим мужчиной А То мужчина Б все равно будет для вас недоступен И здесь мы подходим к противоречию, которую мне хотелось бы обозначить Вы написали, что у вас с мужчиной А у вас глубинная любовь А с мужчиной Б у вас взаимное притяжение, в общем-то много общих тем, увлечений и так далее И вот, поскольку изначально отношения с мужчиной А у вас имеют некоторые трещины То нет ничего удивительного в том, что вам, как женщине, как женщине молодой И хочется чего-то другого, того, чего вам не достает в мужчине А Это вы прекрасно нашли в мужчине Б Плохого в этом нет ничего И вам нужно само и для себя в первую очередь определить, чего вы хотите от мужчины Б Если вы хотите просто проводить время, просто интрижка То тогда, конечно, вы можете спокойно ему об этом сказать Что у меня и у тебя есть отношения Не я не собираюсь раскрывать свои, не ты свои Давай просто будем друг другу давать то, что нам нужно Общение, может быть секс и, в общем, комфорт, заботу, тепло Если вы решите действовать так То это будет решение довольно расчетливое, волевое Не буду говорить, правильно или нет Это каждый человек определяет сам Но, тем не менее, это ваш выбор И этим выбором вы имеете полное право поделиться с мужчинами Плохого в этом нет ничего То есть это не предложение по своей сути встреч Это не предложение по своей сути что-то сделать Это просто обозначение места Потому что из-за чего произошел такой вот, скажем, ступор у вас Ступор произошел потому, что вы два человека ответственных Серьезных, значит, понимающих и осознающих себя И вы как бы изначально оба начали играть И вы не думали, наверное, что эта игра к чему-то приведет По крайней мере, к чему-то вот такому вот серьезному А это привело И будь вы в большей степени легкомысленными людьми Вы бы, конечно, уже давно и переспали бы И, в общем-то, наверное, поссорились и так далее Но, поскольку вы люди ответственные, не такие То эта ответственность мешает вам чувствовать себя свободно теперь Потому что вы понимаете, что отношения такими, как прежде Быть уже не могут А для того, чтобы вступить на новый уровень Вам мешают ваши уже имеющиеся отношения У каждого свои И это противоречит вашим моральным устоям, как я понял И вот, чтобы этот конфликт решить Необходимо, чтобы каждый из вас сделал свой выбор То есть, вот вы решаете для себя Что вы будете делать с мужчиной А? Попробуете ли вы восстановить с ним какой-то контакт? Попробуете ли вы как-то улучшить отношения с ним? То есть, проработать Вот, вы пишете, например, что С два года у вас охлаждение Можно, наверное, добраться к причине этого Можно постараться внести разнообразие И в секс, и во время провождения, и в диалог Но для этого нужно желать Допустим, у вас такое желание есть, а у мужчины такого желания нет Я имею в виду, у мужчины А такого желания нет И понятно, что сделать с этим вы ничего не можете То есть, если нет желания у человека, то что тут поделать? И тогда, тогда вам необходимо принять для себя решение Вот из вашего письма не совсем понятно Находитесь ли вы в браке с мужчиной А или нет Но, поскольку вы не написали и сказали, что просто в отношениях Полагаю, что нет И вам нужно для себя решить Готовы ли вы быть в этих отношениях? Потому что фактически, фактически Вы уже душой и практически телом Принадлежите другому мужчине И вне зависимости от того, получится у вас с мужчиной Б что-то или нет Но, мужчина А для вас уже ничего не значит, по сути И это означает, что отношения с ним, возможно, закончены И вот понять, в первую очередь, закончены ли отношения с мужчиной А или нет И можно ли их как-то реанимировать Является первым шагом к выходу из этой ситуации Если, допустим, вы решаете отношения как-то реанимировать Обратившись к психологу, к семейному или как-то еще Это ваши правы И вы так сделаете И это означает, что вы готовы бороться за мужчину А И мужчина Б для вас, ну, просто увлечение Несмотря ни на что И он, соответственно, отходит на второй план Если вы окончательно разочаровываетесь в отношениях с мужчиной А И перестаете надеяться на какой-то с ним элемент гармонии И понимаете, что ничего у вас с ним не получится больше хорошего То для вас же, чтобы не ломать ваши устои, моральные принципы и так далее Лучше будет, если вы отношения с ним закончите Чтобы вы будете свободны И что произойдет тогда? Когда произойдет, что мужчина Б будет очень ответственным увидеть, что вы одна И хотя вы не скажете ему, что отношения вы закончили с мужчиной А ради него Это будет очевидно По сути дела, если для мужчины это не будет очевидно, то он не тот, как вы его описываете И в этом случае Мужчина Б поймет, что вот вы сделали шаг Такой вот Серьезный шаг Не на встречу ему Но на встречу свободы И убрали из своей жизни сдерживающий фактор И теперь будет дело за ним Либо он начнет что-то делать для вас То есть, как-то проявляет себя активно, да? Может быть Он разведется с женой Может быть он Просто Скажет вам, что вот давай мы с тобой пока встречаемся Я не пойму пока прошу ли я быть с тобой и так далее И здесь нужно Здесь нужно обязательно Установить четкий срок Сколько времени ему нужно Потому что быть на Позиции любовницы, как я уже говорил Это довольно Шавка положения Очень уязвимое положение Ведь вы на втором месте Будете для такого мужчины А вам это не на сколько И если вы решите действовать так То мужчина Побыв с вами Поймет, готов ли он ради вас Уйти от жены И тогда он это сделает И, собственно, вы будете вместе Если не готов Да, это будет тяжело Это будет удар По вам наверх Возможно, вы будете жалеть о том, что Расстались с мужчиной А Но Я не даром в начале Дочнее чуть ранее сказал Что прежде всего Попробуйте подумать о том Можно ли отношения с мужчиной А восстановить Если нет То в любом случае Уход от него Есть Освобождение И Наилучшим выходом Для вас В этом случае Являются Вот Данные шаги Данные шаги Добавить еще Можно Лишь Только то Что Видите ли Видите ли Если Если Мужчина Б Не захочет Уходить От Своей Жены То Перед вами Станет Выбор Готовы ли вы Оставаться На Позиции Любовницы Или Все таки Вы считаете Что Достойны Больше Большего Вот Если Готовы Оставаться На позиции Любовницы То Она четко понимает Для чего Вы это делаете Зачем вам это Потому Что Если Не отдавать Отсчета В том Для чего Вы Рискуете Свою жизнь Прошить Впустую Впустую Потому Что Вы Допустим Будете Что-то Стараться Вы Будете Проводить Время Будете отдавать Ему Свою Энергию Свою Тепло Свою Ласку Заботу А Он В итоге Будет Все равно Возвращаться К жених К жених Даже Если У него Там Может Какие-то Проблемы Четко Подоставлять Зачем вам Это нужно Если Вы Решите Остаться На роли В роли Любовницы Если Нет То Тогда Ну Не Понимать Что Общение С Мужиной При Чертной Постановке Вопроса Может Закончиться Вообще И И К Этому Нужно Определить Что Вам Важно Ваши Интересы Ваша гордость Ваша самооценка Или Все Потребность В Обществе Мужчины Б Далее Пару слов Я хотел бы сказать По поводу того Если Вы Решите Все Таки Остаться Сами На Позиции Любовницы Для Мужчины И Мужчина Оставить На Позиции Своего Любовника То есть По сути Уравновесить Ваши Позиции В этом Случае Я уже говорил Мужчину Нужно Проинформировать То Понимаете На данный момент Есть Затищи Потому что Никто из вас Не Понимает Точнее Понимает Но Опасается Той Новой Ипостаси Которую Вы Друг Для друга Представляют И Вот Эту Ипостась Вам Ну Вам Почему Потому что Вы Обратились К нам Вам Нужна Эту Ипостась Обозначить То есть Обидеть Мужчине И сказать Что Вы понимаете Какие чувства Испытываете Сам Видите Какие чувства Испытывают Мужчины И Не считаете Что Он Допустим Должен Обязательно Уходить От своей Жены Но И при этом Считаете Что Он Не имеет права Требует От вас Чтобы Вы Уходили От Мужчина А Если Его Это Устраивает Соглашение Как Угрозные Люди Вам Обговорить Обговорить Для того Чтобы Не было Недомовок Недопонимания Чтобы Было Все Средельно Ясно И По Обоюдному Согласству Тогда Не будет Недомовок И Самое Главное Вы Сохранить Вот Это Взаимопонимание Между собой Которое Обеспечит Вам Даже В случае Распада Ваших отношений Как Мужчина И Женщина Обеспечит Вам Ну Возможное Продолжение Общение Как Если не друзей Да хотя бы Как коллег Как Короче Знакомых Это Очень Важно Потому Что Многие Люди При Окошении Романов Не могут Общаться С друг Другом Нормально И Эта проблема Нужно Как-то Стараться Предотвратить Для этого Вам И нужно Все Обсудить В обсуждении Если Вы Выберете Такой вариант Нет Ничего Плохого В этом Нет Инициативы С Вашей стороны Именно Встреч Вы Просто Обозначаете Границы 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 Отношения С женой Я Туда Не захожу Если Тебя Устраивает Такая Сторция И Такое Положение Вещей Мы Продолжаем Отношения Мы Можем Вближаться Можем Проводить Вместе Время И Если Нет То Возьми Тогда Давай Думаем Что делать Дальше Тогда Вступают В действие Те варианты О которых Я Вам Говорил На самом деле На этом Можно Закончить Потому Что Как поступать Решать Вам Однозначно Что Причина Возникновения Отношений Мужчины Б Вас Кроется В том Что Вы Недостаточно Реализуете Себя Мужчины А И От того Насколько У Вас Уже Безнадежные Отношения С Мужчиной А Можно Говорить о будущем Обношении С Мужчиной Б Может Вам Как Продумать Переоследовать Отношения С Мужчиной А Понятно Действительно ли Все У Вас Закончилось Действительно ли Вы Не можете Ничего сделать Для того Чтобы Вернуть Их В ту прежнюю руку А в первую очередь Простите Хотите ли Ведь Если Такого желания нет То Нужно Смотреть Будущее Нужно Смотреть Вперед И Если Мужчина А Тянет Вас Вниз То В любом Случайе При любом Раскладе Его В вашей жизни Быть не должно Но Для этого требуется Ваше Осознание И понимание От того Как Вы воспринимаете Мужчину А На данный момент Очень многое зависит Что будет с Мужчиной Б И с Вами В отношении С ним На этом все Надеюсь Что помог Вам Если какие то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу Если Вам Понравился мой ответ Пожалуйста Сделайте его лучшим Буду Вам Очень благодарен До свидания